Всем привет! Вот уже более 15 лет на просторах российского телевидения существует проект Дом-2. За это время через экранное сито прошло более 2000 участников. Кто-то после выхода за периметр шоу стал настоящей телезвездой, а кто-то не справился с давлением и канул в небытие. Именно о таких звездах Дом-2 вы узнаете в этом видео. Приятного просмотра! Скандальная блондинка. Именно такое прозвище дали телезрители Анастасии Дашко, которая целых 4 года пыталась построить свою любовь. На проекте девушка всячески эпатировала публику и плела интриги, поднимая таким образом свой медийный рейтинг. В 2008 году Анастасия покинула Дом-2, после чего на некоторое время пропала из светского пространства. Спустя пару лет выяснилось, что Дашко времени зря не теряла. За 2011 год она обманула 6 крупных предприятий, проводя махинации с продажей строительных материалов. Благодаря своей изворотливости Анастасия сумела получить несколько миллионов рублей, а также три года женской колонии общего режима по статье мошенничества. Выйдя на свободу через полтора года, Дашко вышла замуж за кикбоксера Константина Кулешова, от которого в 2016 году родила первенца. В 2013 году на Дом-2 попал простой белорусский парень, который сходу стал популярен. Сергей Сичкар выделялся своей незаурядной внешностью, а также неутомимым влечением к прекрасному полу. Однако сладкая жизнь за периметром продлилась недолго. Уже через два года Сергей был пойман на перепродаже угнанных машин, за что получил год исправительной колонии. Все это время его поддерживала возлюбленная по Дому-2 Александра Скородумова. После освобождения Сичкар попробовал себя в качестве ведущего мероприятий. Однако в мае 2019 года вернулся на проект, дабы заработать денег на выплату компенсаций пострадавшим автовладельцам. Сейчас Сергей вплотную занят открытием своего ночного клуба, который получит название «Советская Дом-2» в дань уважения телевизионному проекту. Михаил Подоров был одним из самых ярких участников первых лет существования телепроекта. Закончив строить свою любовь, Михаил покинул Дом-2, после чего о нем ничего не было слышно. В 2010 году парня взяли под стражу. Подоров получил посылку, в которой содержалось почти тысяча таблеток экстази и один килограмм запрещенных веществ в виде порошка. Это был не первый инцидент с участием Михаила. Двумя годами ранее он был задержан по той же статье, однако получил лишь условный срок. На этот раз Михаил не ушел от правосудия и был осужден на 16 лет строгого режима по статье «Сбыт и хранение наркотических веществ». Вячеслав Попов был участником телестройки всего 20 дней. Попав на проект, молодой человек не смог завязать ни с кем отношений, поэтому вернулся в родной город Сыктывкар. Однако в 2006 году, спустя два года, был арестован по статье 228 УК РФ. Вячеслав пытался продать наркотические вещества, за что и получил срок в 6,5 лет строгого режима. Отбыв наказание, мужчина вышел на свободу, однако с того момента о нем ничего не известно. Елена Беркова известна широкой публике, отнюдь не своим участием в Доме-2. Порно-актриса сделала блистательную карьеру в фильмах для взрослых, после чего в 2004 году присоединилась к главной телестройке страны. Продюсеры шоу быстро узнали о карьере Берковой, после чего со скандалом прогнали Елену с проекта. Спустя какое-то время все столичные СМИ пестрили заголовками. «Скандальная участница Дома-2 задержана за хранение наркотических веществ». Елена не стала отрицать свою вину и сразу пошла навстречу следствию, в результате чего отделалась лишь условным сроком. Антирекорд по пребыванию на проекте поставил Кирилл Комаровский. Попав на стройку 2 декабря 2005 года, через 6 дней он уже собирал вещи. Согласно официальной версии, его выгнали за кражу, после чего Кирилл устроился помощником риэлтора в одну из крупных фирм в центре Москвы. На второй день работы Комаровский взял крупный задаток со своего клиента, после чего попытался скрыться, однако был оперативно задержан сотрудниками полиции. Молодого человека осудили по статье «Мошенничество». Выйдя на свободу в 2012 году, Кирилл продолжил добывать легкие деньги. В данный момент экс-участник «Дома-2» имеет теневой бизнес в сфере продажи авто. Работает Комаровский по проверенной схеме, размещает объявления о продаже, берет задаток и исчезает. Будьте бдительны! Экс-участница телепроекта Айгюн Азизова попала на проект в 2006 году. Тогда под пристальным взором телекамер зрители не смогли разглядеть у девушки рабовладельческий талант. Спустя 4 года после выхода за периметр Айгюн вместе со своим супругом, уроженцем Ганны, попытались продать в бордель четырех негритянок за 50 тысяч рублей. Нетрудно догадаться, что Азизова была задержана. По суду 21-летней девушке грозило до 10 лет лишения свободы. Однако Айгюн пошла на сделку со следствием, полностью признала вину и на момент дела была в положении. Девушку освободили под залог в 100 тысяч рублей, после чего в медийном пространстве о ней ничего не было слышно. В 2014 году Анастасия Политаева попала на Дом-2. Девушка пришла строить любовь с Никитой Кузнецовым. Но, к сожалению, пара не состоялась. Несколько лет об Анастасии ничего не было слышно, пока в сети не появилась информация, что Куйбышевский районный суд города Омска вынес приговор группе так называемых «черных банкиров». Банда мошенников, не имея регистрации, проводила инкассацию денежных средств. В составе организации Политаева занималась документооборотом, подготавливала все необходимые теневые бумаги. Благодаря махинациям «черным банкирам» удалось заработать порядка 30 миллионов рублей. За свою деятельность все участники организации получили реальные тюремные сроки. Анастасия была приговорена к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. История пребывания Алексея Авдеева на проекте была короткой и запоминающейся. Во время записи «Дом-2» его узнала одна из телезрительниц, которую он обманул на 2000 долларов. Дело обстояло следующим образом. Алексей взял задаток на покупку квартиры, после чего благополучно скрылся. Когда правда вскрылась, Авдеев уже собирал вещи, однако был задержан прямо на съемочной площадке. Суд приговорил горе-участника к четырем годам условно. Однако Алексей нарушил установленный срок, украв один миллион рублей. В итоге условное наказание стало реальным и вылилось в три года колонии общего режима. Один из самых запоминающихся участников «Дома-2» Венцеслав Венгржановский в 2018 году попал на лечение в одной из психиатрических клиник Краснодара. Уйти с проекта Венцеслав решил шестью годами ранее. После он успел встретить свою любовь – Екатерину Токареву, жениться, а через несколько месяцев объявить о разводе. Сейчас экс-участник телепроекта – не медийная личность. Он пробовал себя в разных сферах деятельности – от личного блога до работы в магазине модной одежды. В данный момент Венцеслав ведет тихий, размеренный образ жизни. Он перебрался из Москвы в пригород и в каждом интервью утверждает, что никогда не проходил лечение в каких-либо закрытых медицинских учреждениях. За четыре года Май Абрикосов стал самой настоящей звездой телепроекта. Его пышная шевелюра явно привлекала к себе внимание, как, собственно, и само поведение молодого человека. Покинув «Дом-2» в 2008 году, Май начал карьеру ведущего, став главным лицом программы «Тайны на ТВ-3». После того, как шоу закрылось из-за низких рейтингов, Май уехал в родное село Коротаяк. Как позже признался шоумен, с проекта его выгнали из-за наркотиков, которые якобы Абрикосов употреблял вместе с продюсером Алексеем Михайловским. Сейчас экс-участник «Дома-2» ведет безупречный образ жизни. По его словам, он не пьет, не курит и регулярно занимается спортом. Однако о возвращении былой популярности уже не мечтает. Михаил Терехин еще до участия в телестройке был замешан в неприличной истории. Имея проблемы с законом, он имел тесные связи в отделении полиции, которые предлагали решить все его проблемы за 1 миллион рублей. Попав на «Дом-2», Терехин быстро построил отношения с Ксенией Бородиной. Девушка не подозревала, но уже в этот момент вовсю шло следствие по делу о даче взятки в размере 450 тысяч рублей. В 2011 году Михаила признали виновным, однако дело удалось замять благодаря влиятельным покровителям в погонах. Союз с ведущей телепроекта рухнул, а сам Терехин нашел другую жертву – Анну Калашникову, заявив, что именно он является отцом ее ребенка. Чего только не сделаешь ради угасающего хайпа. Четыре раза Геннадий Джикия приходил на проект в качестве участника, пытаясь найти свою любовь. В 2011 году СМИ обвинили мужчину в мошенничестве, якобы вскрыв дело с получением трех миллионов рублей путем обмана автовладельцев. Спустя два года Геннадий женился, а после на свет появился долгождавный первенец. Долгое время об экс-участнике «Дома-2» не было ничего слышно, однако в последнее время все чаще появляются совместные фотографии Джикия в компании Рустама Солнцева, с которым у них давние теплые дружеские отношения. Андрей Кадетов своим появлением на проекте привлек толпы поклонниц к голубым экранам. Однако симпатичный парень в доме долго не задержался и, выйдя за периметр, построил отношения с девушкой по имени Саша. Спустя какое-то время возлюбленная Андрея обвинила его в изнасиловании и написала заявление в полицию. Спустя несколько дней девушка призналась, что сделала это из корыстных побуждений. Ей казалось, у телезвезды должно быть немерено денег. Александра предложила Кадетову заплатить ей 100 тысяч рублей за отказ от обвинения. У Андрея такой суммы не было, и он отдал девушке лишь половину. 24 декабря 2010 года Андрея нашли мертвым неподалеку от своего дома. По версии следствия, участника «Дома-2» убили друзья девушки, которую он якобы изнасиловал. На этом все. А чья история экс-участника популярного телепроекта впечатлила вас больше всего? Пишите в комментариях. Также не забывайте подписаться на канал и нажать на колокольчик, если этого еще не сделали. Всем хорошего настроения. Удачи!